Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Юрии Гагарине. Юрий Алексеевич Гагарин – советский летчик-космонавт, герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» на борту, которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года день полета Гагарина в космос был объявлен праздником Днем космонавтики. Первый космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. В июле 1961 года Гагарин прибыл в Англию по приглашению профсоюза летейщиков Англии. В Англии на машину Rolls-Royce установили специальный номер – UG1. Сначала он посетил Манчестер и находящуюся в нем штаб-квартиру старейшего профсоюза летейщиков Великобритании. Там Гагарину вручили диплом почетного летейщика Англии. За время этого визита Юрий Гагарин получил золотую медаль от Фонда развития космоса и встретился с руководством страны – с премьер-министром Гарольдом Мэтт Миланом и с королевой Елизаветой II. Королева, вопреки этикету, сфотографировалась с космонавтом на память, мотивировав это тем, что он не обычный земной человек, а небесный, и потому нарушения этикета нет. Когда Гагарин приехал в Лондон, бросилось в глаза за то, что при проезде на Посольской улице по одной стороне, которой находятся частные здания и дворцы, никого не было. Встречающие были расположены только по левой стороне улицы. Юрий Гагарин – гость английской столицы. Первого в мире космонавта-героя Советского Союза майора Гагарина жители Лондона тепло встречали на всем 20-километровом пути от аэропорта. Английский народ выражал свое восхищение подвигом советского человека. Машина с почетным гостем подходит к зданию Эрлс-Корт, в котором разместилась советская промышленная выставка. В одном из залов состоялась пресс-конференция. Корреспонденты с большим вниманием выслушали выступление прославленного космонавта. Юрий Гагарин был награжден Британским обществом межпланетных сообщений золотой медалью. Это была дань высокого уважения советской науки и техники, обеспечившим первый в мире полет человека в космос. 14 июля 2011 года в британской столице прошло торжественное открытие памятника первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину. В церемонии, среди прочих, участвовала дочь первого космонавта Земли, директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Королева Елизавета II была представлена на открытии памятника его королевским высочеством принцем Майклом Кенским с супругой. 14 марта 2013 года монумент переехал на постоянное место жительства на территорию Королевской обсерватории в Гринвичи. Казахстан М 78 Представьте, что это нравитсяakah denken в этом спейсапе? Как много я嘔 priza в его. В космском кораблеド Да, в кабине космического корабля очень просторно. Гораздо просторнее, чем находиться в кабине самолета. Могу совершенно компетентно вам заявить, что, очевидно, корреспонденту этой газеты было известно несколько больше, чем тем людям, которые занимаются в нашей стране непосредственно космическими полетами. Такого космического полета не было еще ни у нас в Советском Союзе, ни делали такой космический полет и другие государства. Полет, который был совершен 12 апреля, был первым полетом в Советском Союзе, и, собственно, это был первый полет с человеком на борту космического корабля в истории всего человечества. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова